МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нижней площадке подземного перехода она велась достаточно серьезно. Перед нами стояла задача показать, почему, с какой целью был вообще создан этот монумент. От оборонительных боев на территории Беларуси летом 1941 года и до победного мая 1945 года. С более широким показом партизанского движения и, конечно же, немного затрагивая и оккупационный режим. Теперь на стенах подземного перехода метро архивные фото и копии произведений белорусских художников, которые были участниками Великой Отечественной. Оборона Брестской крепости 41-го, парад партизан 44-го. Около 30 произведений сопровождают моменты победного мая на мультимедийном экране. Многие дети в годы Великой Отечественной войны помогали партизанам не только участием в различных операциях, но и своим талантам. Среди них был Ваня Стасевич. Когда началась война, ему шел 12-й год. Ваня дошел до Берлина. После войны он продолжил рисовать и стал известным художником. Конечно же, свое партизанское прошлое он не забыл. Одну из таких картин Ивана Стасевича, Менчане и гости столицы смогут увидеть уже в апреле на площади Победы. Ну а пока без выходных и в двухсменном режиме команда мастеров приводит в порядок оставшуюся часть кругового подземного перехода. Следующий шаг – озеленение снаружи. Продолжение следует...